Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона, вот это вещество нашли. Вот это вещество нашли, главный врач говорит, ну нашли и нашли. У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока. Перевозить его отказываются. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, что он нетранспортабельный. Хотя два часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку. И, собственно говоря, поэтому здесь находилась транспортная полиция. Изначально не для того, чтобы сообщить какие-то данные о веществе, которое находится на каких-то вещах, я так понимаю, или на Алексее, а на то, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло два часа, нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы токохимическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому ему, конечно, не выдают, чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Он не очень в хорошем состоянии, и мы, конечно, не можем доверять этой больнице. И мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем.